Приветствую вас. Вы знаете, я не буду давать вам советов, потому что психологи советов не дают. Очень жаль, что вы этого не знаете, судя по всему, раз просите у нас совета. Вот. Я попробую, конечно, ответить вам на ваш вопрос, но еще раз предупреждаю, что советов я давать не буду. Итак, значит, вот вы пишите, значит, в каком направлении мне действовать, чтобы, значит, внутренние противоречия разрешить в направлении индивидуальной работы с психологом. Ну, никак не на тесты. Дальше, значит, гармонизация. Это процесс. И гармонизация, если не знаю, опять же, в результате психотерапии, работы с психологом не в результате работы с тестами. Дальше, значит, характеристика общего настроения, готовность к переживаниям, плюс принуждения, плюс недоверие. Готовность к переживаниям имеется в виду тревожность, имеется в виду некоторая инфантильность в вопросе принятия решения. То есть, переживание есть. Вы не переживаете ценность отношения, выражаясь терминами, например, логотерапии. Да, то есть, вы не можете прийти к какому-то удовлетворяющему себя отношению к тому или, ну, к тем или иным вещам. Вот. И вдруг вы просто не вырабатываете никакой, например, позиции по отношению к тем вещам, которые вызывают у вас негативную реакцию. Вот. Принуждение – это жертвенная позиция, то есть, это позиция жертвы. То есть, нежелание брать на себя ответственность в ключевых моментах. Вот. Прошу заметить в ключевых моментах, именно в ключевых. Дальше – недоверие. Недоверие, в первую очередь, в себе. То есть, вы не доверяете себе, вы подругаете сомнению именно в свои чувства. И здесь, собственно, нужно у себя спросить, а за что, например, я не беру ответственность? Где я избегаю ответственности? А по какой причине я не доверяю своим чувствам, не доверяю своим эмоциям? Вы не допускаете близкие отношения с партнером, потому что считаете его неинтересным, неудовлетворяющим и предъявляемым вам требованием. Ну, я бы сказал, что здесь у вас имеет место быть оценка, потому что вы оцениваете людей. И, опять же, вместо того, чтобы нести ответственность за себя, да, вы, как бы, эту энергию сублимируете в требования к другим людям. То есть, как бы, с одной стороны, вы, ну, ну, вы ищете партнера себе для того, чтобы он дал вам то, что вы хотите от себя. Вот. То есть, вам нужно для себя. Вот. Значит, и с другой стороны, вы его оцениваете по факту. Вот. То есть, как бы, от этого нужно отходить, вот, от оценок и от требований. То есть, можно, например, сформулировать, что для вас вредно, что для вас на пользу, да, но никак не требованием. Ищите новых встреч, ярких переживаний, которые могли бы вас, чтобы захватить, вдохновить и возбудить. Ну, здесь я бы сказал про экзистенциальный голод, в том смысле, что вы, может быть, переживаете уже для этого смысла жизни, потому что, поэтому вы ищете ярких встреч. То есть, другие люди делают ваши жизни и ваши какие-то моменты яркими, не вы сами. И в этом смысле, мне представляется делесообразным акцент вашего внимания, на своей собственной цели, на своей собственной задаче, на свой собственный жизненный смысл. То есть, чтобы ваша жизнь, она сама по себе была яркостью, но чтобы яркость и, допустим, новые встречи были бы следствием того дела, которым вы занимаетесь, а не наоборот. Дальше. Так, стремление, мотивированные самопониманием. Вы противите связи, воспринимаемые как зависимость. Стремление, мотивированные самопониманием. Вообще не очень помню, что это значит. Если честно, стремление, мотивированные самопониманием. Самопонимание, это что? Анализ или как? Вот. Знаете, да, тут как бы... Не очень правильно, что это имеется в виду. Вы противите связи, воспринимаемые как зависимость, а вы боитесь слабости здесь. Так вы считаете, слабости, слабости недопустимы. Любые отношения, это в известной степени зависимость. И, как бы, просто вопрос степени. Вопрос степени зависимости. Есть степень приемлемая, есть нет, есть нет. А для вас любая зависимость, это уже недопустимо. Вы боитесь слабости, а боитесь слабости, потому что не отделяете себя от других людей. То есть, четко нет понимания, где я, где другой человек. Вот в этом направлении нужно двигаться. Чувствуете себя собственной удовлетворенность, боитесь оказаться обойденным другими. Ну, то есть, сравнивание себя, да, ориентирование на других. Опять же, ориентироваться необходимой на себя. И отходить от понимания жизни, жизненного пути, как игры какой-то, да, как соревнования. То есть, конкуренция. Конкуренция это одно, а жизненное соревнование это совсем другое. Хотите освободиться от вложившейся внутренней зависимости. Зависимости от чего? То есть, знаете, зависимость, это всегда потребность. И подробностей нужно выделить. И прежде чем освободиться от зависимости, нужно себе что-то дать. Нельзя же его это лечить себе, не давая взамен мотивации, не будет тогда освободаться от зависимости. Так, стремитесь проявить себя. Должно вы достичь успеха, благодаря удачной реализации, имеющейся возможности. Это очень стереотипное, надо сказать, усворождение. Я могу здесь только прокомментировать, что проявлять себя нужно для реализации целей и задач, а успех и все остальное это уже следствие. Возможности свои, да, нужно, ну, как бы, знать их в лицо, условно говоря. Дальше. Эмоциональное отношение к высоко значимым целям, лицам, вы противитесь связи. Эмоциональное отношение к высоко значимым. Ну, то есть, значимость нужно снизить, потому что значимость здесь обусловлена вашими желаниями. То есть, ваше желание завязано на людях. Из-за этого повышается их значимость, а из-за этого вы не можете с ними сблизиться, воспринимать их адекватно, как равных себе не можете. Дальше. Вы противитесь в связи, воспринимаемые вами как неудовлетворяющие и полные проблемы с зависимостью. Ну, опять же, что есть зависимость, да, тут очень определенно. На следующий вы избегаете сердечной привязанности. Что-то боитесь, боитесь любви, боитесь любви, потому что любовь для вас боль. Вы боитесь боли, а боль есть развитие. То есть, вы боитесь развития, развитие, то есть, вы не развивайтесь. Ну, вот и все. То есть, как бы, здесь нужно менять отношение к воле, к ошибкам, к ошибкам, скорее. Дальше. Хотели бы без обременяющего мучительного самопосердствования, без заботы, накладаться с счастьем. Хотеть это, а хотеть мало. Для этого надо что-то делать. Чтобы было так, необходимо четко определить, что вы делаете для человека без, например, жертвенности, да, то есть, без усилий, без применения силы воли. Дальше. Наслаждаться счастьем. Опять же, наслаждение счастьем не может быть самоцелью. Наслаждение счастьем может быть лишь следствие того, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Характеристика воли и самооценка. Вы испытываете настоятельные потребности в разрядке, но не мобилизуете в любые усилия, как раз удержать и урегулировать собственные потребности. Честно, вот, фрейдовская терминология, да, принцип удовольствия, не только бы я считаю это неправильным, просто, ну, в таком ключе об этом нельзя говорить. То есть, это очень, может, негативное на вас сказать. Извините, конечно. Не хотите отказываться от удовлетворения своих поприятностей и стремитесь к надежному постоянству отношений, приятного честного удовлетворения. Слушайте, ну, в данном случае есть зависимость, какое-то удовлетворение, да, то есть, вы отношения в отношениях должны поставить цель получить удовольствие. Это не совсем правильно. В отношениях цель доставить счастье другому, а довольствие это следствие, вот. И подумайте, кому бы вы и как хотели бы доставить удовольствие в отношениях, а не получить удовлетворение. Возбудимость и импульсивность вы не можете далее приносить мучительно неудовлетворяющий вас доз, это как-то чрезмерное раздражение. Но с раздражением нужно работать, с раздражением это, опять же, личные-личные границы, это эмоциональный интеллект, это, почему нужно работать. Однако свое возбуждение вы сдерживаете, чтобы не привить накопившее свое обращение и не встать в депрессивное состояние. Вот вы не считаете, что есть противоречия между тем, что вы свое возбуждение сдерживаете, и возбуждение, во-первых, от чего? Какое возбуждение? Чтобы не привить накопившее свое обращение и не вправо депрессивное состояние. А почему, если вы не сдержите возбуждение, вы попадете в депрессивное состояние? То есть, как бы откуда это? Ожидание отношения к окружению вы стремитесь к гармоничным, добрым и лишенным напряженности отношениям, приятным переживаниям. А вот до этого нет вас. Соответственно, все это нужно сперва создать вас со мной, тогда и отношения будут такими. Желаемые цели и средства эмоционального поведения и устремления защиты на поведение, регрессии к физическим потребностям и стремления к покою. Ну и что? Ну регрессия, ну стремление. Вам от этого, как бы, вы от этого страдаете, вы это хотите поменять или что? То есть, как бы, непонятно. Вы опасаетесь за одинокие разлуки, опасаетесь за прочее свое будущее. Вот это да. Вы не принимаете себя, соответственно, себя на себя нужно принять. Вы не очень самодостаточны, на своей самодостаточной сию тоже нужно работать. И жить здесь и все. То есть, это вот научение жить здесь и все. А для этого, опять же, нужно ориентироваться на свои цели и задачи. Жаждать удовлетворенности физического комфорта. А что есть удовлетворенность физического комфорта? Что есть физического комфорта? Без проблемных такого национального. А всегда будут проблемы. Когда? То есть, какое у вас отношение к проблемам? Вы почему считаете, что их не должно быть проблем? Вы, знаете, до физической легкости. Вы понимаете, как можно интерпретировать эту физическую легкость? Вы просто вот, знаете, как это можно интерпретировать? И полного отсутствия конфликтов не бывает такого. Знаете, в чем дело? Не бывает ваше желание полного отсутствия конфликтов, связано только с тем, что вы не умеете оставить свои позиции, что вы неуверенными. Испытывайте выраженную жажду чувственной удовлетворенности. Что за чувственная удовлетворенность? Опять же, жажда. Это в смысле жажда. То есть, да, это неудовлетворенность, но это ваша неудовлетворенность. Но смотрите, что за ней стоит, какое желание его удовлетворять. Но без анализа это невозможно сделать. Вы надеетесь на обретение прочной гарантии благополучного будущего. Это нереально. То есть, это абсолютно нереальное притязание. Опять же, связанное с тем, что вы не уверены у себя. Нет четкой системы ценностей у вас. А цепляетесь за обещание лучшего ради того, чтобы не пришлось выносить одиночество в руку. То есть, вы, в некотором смысле, ребенок, который верит людям, верит в сказки. Так, вот он, знаете, покровитель защитника. Психотическая модель, психотическое проявление. Психотизм. Незрелость личностная. С этим тоже нужно работать. Огрызающий у нас от проблем с гарантирующим чувственное удовлетворение. Опять чувственное удовлетворение. Вы имеете в виду секс или что? Просто непонятно. О каком удовлетворении речь идет? Тестующее эмоциональное положение. Текущее состояние. Собственно, настрой. Вы чувствуете уместное эмоциональное поведение. Вы чувствуете, что... Так, сейчас, секундочку, 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 секундочку. Так, вы чувствуете, что вам мешают активно проявить себя до ожидания, что все остаются неосуществленными. Жертвенность, треугольник Карп, она может смотреть в интернете. Что это такое? Так, вы ощущаете серьезные препятствия на пути активного развития своих возможностей. Опять жертвы, они постоянно устремлены вам в славне, склонность к самокатанию. Ну, вот. А непонятство это... Низкий эмоциональный человек. Вы не знаете, что вообще не того, что события разговариваются в желанном направлении. Ну, некий такой инвентилизм. Ну, над этим тоже. Над этим тоже нужно работать. А если это не происходит, возникающие раздражения, можно провести к непонятному поведению своих. Ну, тут, в принципе, следствие просто. Я вас уже сказал. Стерчивые мои качества, временно утраченные свойства, отложенные возможности, ограничивые, мы воспринимаемые как уместные, находящие твои веры, выразивные временные эти некомпромиссы, подчиняя ситуации, свои намерения, смиряться в соответствии с требованиями окружения. Опять же, это слишком общество. То есть, компромиссы, окей, подчиняя ситуации, свои намерения, окей, смиряться в соответствии с требованиями ограничения, тоже окей. То есть, все это окей, все это нормально, все это бывает. Вопрос в том, в какой степени. Вы понимаете, что вынуждены делать. А почему вынуждены? Почему вынуждены? Вот почему вынуждены? Вы если делаете уступку, вы делаете просто, что вы хотите делать. Если не делать, не хотите, не делайте. Если необходимость больше, значит, вы хотите, и все. То есть, это вот именно вопрос отношения. Однако, ваш обогонность может временный характер, в принципе, как и любое состояние. Общательство универа с этим гомномерами терпит временное лишение. Вот, лишение, это меня, конечно, порадовало просто. Лечение. Боль, лишение, там, страдания. То есть, ну, это, опять же, вот, вынуждают идти на компромиссы. То есть, ну, что значит вынуждают? Вы хотите и делаете, не хотите, не делаете, да. То есть, это жертвенность. А вы держите свои требования и надежды. Вот, как можно держать надежду, у меня загадка, если честно. Как можно. Вот, требования тоже. Как можно держать требования? Я не знаю. То есть, ну, вы можете не говорить требования свои, не озвучивать их, но они все равно, как бы, есть. И вот я не понимаю, как это вообще, вообще может быть, если честно. Но непредложительный, но непредложительный период оказывается от тех вещей, которые мы хотим больше всего. Для чего? Без подказа нет ничего страшного. Но для чего? Из той источники неосознаваемой тревожности, потребности, затормаживаемые в виду нецелесообразности. Кто определяет? Целесообразность и нецелесообразность. Кто определяет? Неисполненное, неисполненное, идеализированное представление, плюс эмоциональная активность. Скорее, непостоянность, а не активность. Что касается, идеализированное представление, но это, опять же, признак незренности личности. Стресс вызван подавляемой чувствительностью. Из-за чего? То есть, как вы подавляетесь? Вследствие чего? Почему запрещаете себя чувствовать? Вы расслабляетесь всем тонким, изящным, изысканным, но сохраняя критическую позицию, не позволяет себя увлечь до тех пор, пока не убедитесь. Все это не поддельно и целостно. А вы никогда не убедитесь из-за этого стресса. Вы постоянно пытаетесь себя защитить, контролировать все хотите. Это из-за недостатка личных границ. Вы убедены, что жизнь может вам дать больше, чем это имеет место в настоящих условиях. Вы жизнь вообще ничего не может дать. Это вы можете получить больше, вы можете добиться больше. В вашей жизни ничего не может. Развитите ключевой какой-то аспект. Вы опасаетесь быть обойденным, прожить жизнь без полной отдачи. Но, опять же, я об этом уже говорил, не вижу смысла постараться. Поэтому не упускайте ни одной возможности прорастить жизнь вполне ярче. А в итоге все равно пустота. Вы держите свои эмоциональные отношения по строкам и неудобным контролям? Да, потому что боитесь, 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 боитесь боли и страдания. И контроль – это очень деструктивные ссоры. Ну, не личные границы, а не контроль. Так, разборчиво критически наблюдайте за тем, чтобы восторженность не дала вам увлечься, если нет гарантии высшего недоверия. Ну, гарантии никогда нет. Тут я просто вижу излишнюю рационализацию. Внимательно контролируйте все чувственные связи, чтобы точно знать, что скрывается за внешним расположением близких. Никогда не узнаете это на отличный труд. Вы требуете от других полной личности, которые относятся к защиту своей скорости к различной доверчивости. Что противоречит тому, что вы написали ранее, что вы недоверчивы. Вы не желаете быть использованы, а любые отношения – это использование всегда. Отримите защитить себя от внешних манипуляций сторон и других. Личные границы и защита будет всегда. Контролируемое и откликаемое на эмоциональное превращение близких. Что значит контролируемое и откликаемое на господи. Как вы себе голову забиваете этими тестами, честно. Так, актуальная эмоциональная проблема – тревога, вызванная опасением, что вам помешает достичь желаемого. Что может помешать достичь желаемого? Для меня загадка. Как можно помешать достичь желаемого, если желаемое – это просто процесс. Это не какая-то цель, это процесс. Никто не может вам запретить заниматься процессом. А цель, достижение цели – это следствие отвода. А дальше, так, значит, определяет потребность достичь устойчивого спокойности. Не бывает опасения, что вам помешают. Вам могут помешать достичь желаемого и усиливать потребность безопасности устойчивого положения. Так, ну, в принципе, всё. Слушайте, ну, мне уже нехорошо стало. То есть, я вот, всё это почитал, да, как бы, мне уже нехорошо, нехорошо, нехорошо стало. Понимаете? То есть, у меня голова уже начала гудеть. Вот. Понимаете, какая штука? Так что, я, если честно, ну, как бы, думаю, что вы не по тому пути идёте. Вот. Я думаю, что вам имеет смысл всё-таки с психологом поработать, помирать себе голову, ээээээээ... тихий ужин. Реально. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.